Так вот, о Есенине такой книге не написано. При всём уважении ко всем предшествующим попыткам, единственный человек, который анализирует природу Есенинского успеха, это Варлам Шаламу в почерках преступного мира. Он точно поймал то, что Есенин действительно поэт блатной, но совершенно не поймал то, что Есенин поэт модернистский, авангардный, что его инония – это крестьянская утопия. Вообще, мне кажется, что, разбирая Есенина, Шаламов прошёл мимо его главных текстов, а ограничился Москвой-Кабацкой. Но ведь Москва-Кабацкий – это алкогольная деградация, это уже начало разложения. Понятное дело, что книга Прилепина критики не выдерживает, потому что это компиляция галимая. А вот Есенин времён Пугачёва – это да, это очень интересно. Особенно интересно – это «Страна негодяй». Ключевое Есенинское высказывание, ключевая поэма, которой, мне кажется, самые главные сказаны славам. «Я готов тяжело и упорно презирать вас тысячи лет, потому что я хочу уборное, а уборных в России нет». Это, конечно, говорит резко отрицательный герой, чекист, как там, Лейбов, хотя у него другой псевдоним. Но, как его ни называй, в нём слышится всё-таки не только презрение, в нём слышится и лераторский голос. Есенин очень неоднозначный. Есенин – необычайно разнообразное и по средствам, и по идеям явление. Он очень быстро рос. Начинал он, чёрти как. Есенин 15-го года – насквозь вторичный. Есенин 20-го года – это великий утопический поэт, у которого уже многое проник. Смысловой центр творчества Есенина – это «Небесный барабанщик», «Помянутый инония», «Сорока уст». Стихи и поэмы 18-го, 20-го года. И потом, конечно, «Страна негодяев» с попыткой создать образ народного героя Номаха Махно. И это «Чёрный человек». Дальше, в общем, «Чёрный человек» учитывает то, что первый драфт, первый набросок сделал в 23-м году. Мне кажется, что «Есенин 24-го» – это уже такая попытка классицизма заслониться от хаоса, а его там свободной душе в классическом размере неудобно, как на герс-сапоге. Поэтому всё время получаются какие-то ляпы, какие-то пускания петуха. Лучший «Есенин» – это «Есенин на сорока уст». Пока ещё не написана хорошая книга, не о его авангардизме, не о его космизме, не о его религиозной утопии. Ведь «Есенин» – это не пастушок с трубкой. Есенин – великий авангардный поэт, несостоявшийся во многом. Потому что если бы у него было больше времени, больше культуры, больше элементарной начитанности, больше традиций за спиной, он бы, наверное, состоялся. А так он и жить, и торопится, и чувствует, спешит. Я думаю, что даже Клюев, человек не пример более образованный, но и не пример более демонстративный, ну так отмеченный непрерывным жизнетворчеством, самоигральностью, даже Клюев не создал, на мой взгляд, хотя вот его двухтомник стоит у меня, эмигрантский, я постоянно его перечитываю, не создал концептуального своего произведения о русском пути и всегда сбивается на разговор о том, как город губит крестьянского самородка. Русская мысль, крестьянская мысль, русская утопия остались недодуманной, недосозданной. Последний и очень серьёзный шаг на этом пути – это Твардовский, и прежде всего страна Муралья. Но страна Муралья тоже не закончена, разом кто-то. Путешествия крестьянина в поисках идеальной страны, которую начали ещё герои Некрасова, заканчиваются ничем, и долго-долго смотрит след Никита Моргунок, последние слова поэмы, но ведь он смотрит не потому, что он хочет поехать след, может, он наоборот в ужасе не хочет ехать за этой новой жизнью. Страну Муралью надо бы, кстати, перечесть, она легко написана, и для многих она будет откровением. Мне кажется, что вот у меня как раз завтра со школьниками, со студентами, у меня как раз урок фольклора русской крестьянской утопии. Мне кажется, что недодуманность этой утопии, она и привела к страшной травме русского мира. Потому что ведь в русской утопии, ну, как бы, есть два велика. Один, что не надо будет работать, и всё будет делаться само, и это прекрасно. Но второе, что общество, которому не надо будет работать, которое не будет отвлекаться на работу, перейдёт практически непрерывному садмузохизму. Вот это самое печальное. Потому что это будет непрерывное такое взаимное мучительство, непрерывное, или захват чужих. Вот это, мне кажется, очень печально. Потому что, ну, что будут делать современные русские в стране утопии, или, как у Чиянова, в стране крестьянской утопии. Допустим, они туда собрели, а они же там тут же сделают черенгур. А именно, расстрел всех классов и чуждых. Я боюсь, что вот эти два велика русской утопии, счастливая, праздная лень и несчастное, трудолюбивое самоискрепление, они им уравновешены. Да, кстати говоря, и большинство русских идеологов, ну, как Михаил Юрьев, а утопия представляется такой волейгалой. Все пьют, жрут и воюют. Ну, и ещё, наверное, подворовывают немножко, чтобы не утратить навык. А, в принципе, я не очень понимаю, как должна выглядеть русская крестьянская утопия с точки зрения того же Клюева. Тем более, что Клюевская утопия, она очень отдельная от русской. Они считают, что поморы и другие. И здесь, мне кажется, они бы, они бы, мне кажется, не договорились. Чикарский...